Более 5 миллиардов долларов за один день потеряли белорусские вкладчики из-за девальвации. Речь идет о счетах в белорусских рублях. При этом купить иностранную валюту почти невозможно. В стране начались первые акции протеста. Автопладельцы возмущены ценами на бензин. Александр Лукашенко, желая успокоить граждан, скорее их удивил. Из Минска Павел Зарубин. Это очередь за валютой. Причем неважно какой. Долларами, евро, российскими рублями, украинской гривной. В этом случае люди переписывают свои номера, чтобы в лучшем случае через два месяца суметь купить деньги. Только по этим спискам можно попасть в обменный пункт, когда подойдет очередь. Тех, кто вдруг не явился на перекличку, безжалостно вычеркивают. Русинович! Русинович! 36 минус. Появление нашей съемочной группы многих пугает. Ведь публично критиковать власть здесь, мягко говоря, не принято. И люди опасаются, что после их лишат последней надежды на покупку валюты. Нам вообще потом запретят все. Надо убрали. Ты будешь стоять только постоянно. Так, пусть как будем покупать? Это вообще никак. У нас все хорошо. А зачем вы боитесь? Вот это рать. Валюта нужна, чтобы хоть как-то расплачиваться по вмиг подражавшим кредитам. Чтобы защитить сбережения. Глава крупнейшего банка республики недоумевает. Но зачем вам этот доллар? Ну вот у меня его нет. Я не иду в обменник. Он мне просто не нужен. У меня и в 90-е не было, и сегодня нет. Да, обувь завозится импортная. Да, она станет чуть дороже. Но ничего страшного. Сносим вместо двух туфель одни. Судя по всему, и ходить придется исключительно пешком. Колонна автомобилистов устроила на МКАДе, Минской кольцевой дороге, акцию протеста против взмывших цен на бензин. Это уже стало просто похоже на какое-то издевательство. Невозможно объяснить это какими-то рациональными. Я не знаю, чего хотят добиться власти. Возможно, ждут какого-то социального взрыва. Многие машины на дорогах сейчас загружены холодильниками и телевизорами. Везут последние из опустевших магазинов бытовой техники. Здесь без ЖК телевизора сейчас нет, раскопили все. Пустые полки встречаются даже на главном рынке. Но особых проблем с продуктами нет, ведь они уже по новым ценам. Белорусское телевидение действительно продолжало делать вид, будто в стране ничего не происходит. Такова государственная линия, стало понятно из первого комментария Лукашенко. Нам кричат, вот у вас там проблемы, у нас же накрыл вторую волну кризиса. Опять энергоресурсы в два раза практически подорожали, которых у нас нет. И вопрос стоит в том, как выкрутиться из этой ситуации. Выкрутимся. Если есть желание, выйдем из этой ситуации. Многих белорусов это заявление Лукашенко просто обескуражило. Ведь еще недавно он сам и его высокопоставленные подчиненные говорили совсем другое. Этот ролик сейчас один из самых популярных в белорусском интернете. Пока я являюсь председателем правления, никакой разовой девальвации одномоментной никогда не будет. Нам достаточно опыта, что мы накопили за 15 лет. И нам этот опыт говорит о том, что это плохое решение белорусов. А раз плохое решение, мы его выполнять никогда не будем. В итоге девальвация произошла сразу на 56%. Сбережения белорусов обесценились на сумму, равную миллиарду долларов. И понятно, в белорусском экономическом чуде, как называл республика Лукашенко, это далеко не последние финансовые чудеса. Павел Азарубин, Дмитрий Малышев, Андрей Кочура, Сергей Пушкин, Алексей Ялдин, Олег Пелецкий. Вести. Беларусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова